Друзья, по России бегут мужики. Мужики бегут во всех направлениях. Так как тараканы от дихофоса кинулись в рассыпные стороны, бегут, чтобы только не попасть на призыв. Что такое призыв, друзья? Вы думаете, что призыв это... Вот Путин, скажем, объявил, что там-то неправильно заявили, здесь-то неправильно, что ай-яй-яй, должны строго пальчиком помахать и выполнять все требования Путина. Какого Путина? У нас есть президентский указ. В президентском указе ясно сказано осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации Вооруженной Силы Российской Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу Вооруженной Силы Российской Федерации по контракту. Так, друзья, это что? Это о чем? Это говорит о гражданах. Это не говорит о чем-то там какие-то 18-летние мальчики, кого-то будут посылать на фронт, кого-то не будут посылать на фронт. Нет, друзья, есть граждане Российской Федерации. Это значит, что мужчины всех возрастов абсолютно, и неважно, больные или здоровы, об этом здесь тоже не сказано. Ни о болезни, ни о здоровье ничего не сказано. Вы должны снять розовые очки, знаете, всех птичек и бабочек отогнать из своей головы, которая не хочет думать и понимать, что написал президент. Президент издал указ. Все остальные бля-бля-бла разговоры, разглагольствование президента и махание его пальчиком не работают сегодня, потому что президент вуаля подписал указ. А теперь с этим указом, что хотите, то и делайте. Есть указ, от которого вы никуда не денетесь. Да, друзья, здесь еще сказано, граждане Российской Федерации, граждане это кто? А это все. И женщины также. В том числе, мы с вами еще когда, полгода назад сказали, что женщин будут призывать в армию, а в 2017 году я сказала также, что женщин будут призывать в армию в Украине и что война начнется между Россией и Украиной в 2017 год. Ну так вот, друзья, видите, все сбывается, оказывается, все легко предугадать, просчитать. Женщин будут призывать на фронт. Сначала это будут какие-то там доктора, санитарки. Все это, знаете, все это блеф. На самом деле, женщин призывают на фронт для одной цели, для утеки мужского полка. Вот для этого призывают женщин. А женщины для этого идут на фронт. И какая бы дня была она, пожилая, молодая. Кстати, видели, показывали в интернете, подходит громила, хватает даже пожилых женщин. Всякое сойдет. Ну а теперь, друзья, давайте почитаем указ Путина об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации. Потому что каждый из вас вряд ли сам начнет читать и понимать, что там написано? А там написаны довольно-таки страшные для граждан вещи, на которые не обращают внимания. Объявили мобилизацию. Вот и это самая страшная вещь. Итак, в соответствии с федеральными законами 31 мая 1996 года Номер 61 об обороне От 26 февраля 1997 года Номер 31 О мобилизационной подготовке и мобилизации Российской Федерации И от 28 марта 1998 года Номер 53 О воинской обязанности и военной службе Постановляю 1. Объявить с 21 сентября 2022 года В Российской Федерации частичную мобилизацию 2. Осуществить призыв граждан Российской Федерации На военную службу по мобилизации Вооруженные силы Российской Федерации Граждане Российской Федерации Призванные на военную службу по мобилизации Имеют статус военнослужащих Проходящих военную службу Вооруженных силах Российской Федерации По контракту 3. Установить, что уровень денежного содержания Граждан Российской Федерации Призванных на военную службу По мобилизации Вооруженные силы Российской Федерации Соответствует уровню Денежного содержания Военнослужащих Проходящих военную службу Вооруженных силах Российской Федерации По контракту 4. Контракты О прохождении военной службы Заключенные военнослужащими Продолжают свои действия До окончания периода Частичной мобилизации За исключением случаев Увольнения военнослужащих С военной службы По основаниям Установленным настоящим указом 5. Установить в период Частичной мобилизации Следующее основание Увольнения с военной службы Военнослужащих Проходящих военную службу По контракту А также граждан Российской Федерации Призванных На военную службу По мобилизации Вооруженные силы Российской Федерации А. По возрасту По достижении ими Предельного возраста Пребывания На военной службе Не указано Предельный возраст Не указан Б. По состоянию здоровья В связи с признанием Их военно-врачебной комиссии Негодными К военной службе За исключением Военнослужащих Изъявивших Желание Продолжить Военную службу На воинских должностях Которые могут Замещаться Указанными Военнослужащими То есть Если вы Изъявили желание И вам 90 лет Продолжайте служить Или Если вы Больны То также Продолжайте служить Потому что Вы сделали Собственное Волеизъявление В. В связи С вступлением В законную силу Приговора суда О назначении Наказания В виде Лишения свободы Шестое Правительству Российской Федерации А. Осуществлять Финансирование Мероприятий По проведению Частичной мобилизации Б. Принять Необходимые меры Для удовлетворения Потребностей Вооруженных сил Российской Федерации Других войск Воинских формирований И органов В период Частичной Мобилизации Седьмое Для Солжебного Пользования Седьмой пункт Закрыт Здесь Предполагают Только Что указано Количество Граждан Которые Должны Быть Призваны На Военную Службу Восьмое Высшим Должностным Лицам Субъектов Российской Федерации Обеспечить Призыв Граждан На военную Службу По мобилизации Вооруженные силы Российской Федерации В количестве И в стройке Которые Определяются Министерством Обороны Российской Федерации Для каждого Субъекта Российской Федерации Девятое Предоставить Гражданам Российской Федерации Работающим Работающим В организациях Оборонно-промышленного Комплекса Право На Отсрочку От Призыва На Военную Службу По Мобилизации На Период Работы В этих Организациях Категории Граждан Российской Федерации Которым Предоставляется Право На Отсрочку И Порядок Его Предоставления Определяются Правительством Российской Федерации Десятое Настоящий Указ Вступает Силу Со дня Его Официального Опубликования Президент Российской Федерации Путин Печать Канцелярия Президент Российской Федерации 5 Москва Кремль 21 Сентября 2022 Года Номер 647 Итак, друзья Что мы видим В данном указе Мы видим Самое страшное Это То, что здесь сказано Граждане Здесь не указано Мужчины Или женщины Здесь не указан Возраст Граждане То есть Все граждане Любого возраста Будут призываться Мы, конечно, можем Отходить И к тем законам Которые Вначале Были обозначены Об обороне О мобилизационной Подготовке О воинской Обязанности Но в данном случае Мы говорим О гражданах Это даже не говорится О том Мужчины Это Или женщины Вы понимаете Всю страну Загнали В западню Сейчас Призывают На воинскую Службу Мужчин Всех мужчин Всех возрастов Которые только Есть В нашей стране А это значит От мала До велика Вы помните Во время Второй мировой войны Там были Сыны полка То есть Мальчишки Оставшиеся Якобы Без родителей Странствующие По стране Это Сыны полка Мы не знаем Жизнь Этих Сыновей Полков Мы об этом Ничего не знаем Но посмотрите На наше Развращенное Общество И может быть Тогда у вас Ёкнет Какая-то Мыслишка Что это были За сыновья Полка Такие Красиво Внешне Все Можно Красиво Обставить А на самом деле Что это было Такое И еще Вопрос Стоит О старости О достижении Предельного Возраста Достижение Предельного Возраста Здесь Президент Официально Не обозначил Мы можем Отсылаться К каким-то Другим договорам Но в данном Указе Это не обозначено Указано Допустим Смотрите Контракты О прохождении Военной службы Заключенные Военнослужащими Продолжают Свои действия До окончания Периода Частичной Мобилизации Если наша Война Которую Начали В 2022 Году Будет продолжаться 10 лет То о каких Увольнениях Можете Вы Задуматься И говорить Поэтому Естественно Офицеры Которые Командуют Сегодня Вот этим Сбродом Которые К военным Не имеют Никакого Отношения Но По принуждению Забранных И военные Они знают Что это все Это хана Все кто пришел Никогда Уже не уйдет Потому что Война Будет продолжаться Долго И это только Для Ну Такого Населения Которое Хочет надеть На себя Розовые очки И думать И думать О хорошем Ближайшем Будущем Ну Думайте О хорошем Ближайшем Будущем О том Что это Когда-то Закончится Где-то У вас Свет В конце Туннеля Туннель Это Или это Все-таки Четыре Гробовых Доски Конечно Можно читать Указ Президента И думать Совершенно О другом О птичках В небе И о хорошей Жизни Но когда Вы читаете Указ Президента То смотрите На буквы Смотрите На слова И даже Если вам Очень Не хочется Понимать То что Там написано То все-таки Заставьте Себя Понять Не оговорен Возраст Тех Кого Будут Призывать 18 лет Да Мы так Думаем О 18 Летних Но Когда В стране Закончится Молодежь Будут Брать 14 И 16 Летних Я уверяю Вас Через Два года Вы не узнаете Страну Она Будет Пионерией Рвущейся В бой То есть Все что было Возобновиться И Пионерские Организации Но в Германии Это были Гитлер Югенды В России Это будет Теперь Путин Югенды Все это Одно и то же Друзья Пионерия Или Югенды Это одно и то же Это призыв Молодежи На военную Службу Призыв Молодежи Это Это Воспитание Молодежи В определенных Рамках Страшных Рамках Это Цепи Оковы Это Клетка Где Ни шагу Назад Ни шагу Вперед Это клетка Под электрическим Проводом Где Человеку Чтобы выйти из нее Нужно будет Оставить Половину Себя На этих Проволоках Колючих Под Током Да Так что Возраст у нас С вами Не определен Граждан Пожилых Будут брать Сейчас пока Первая мобилизация Идет Сейчас идет От 18 До 45 лет В принципе Это такая Основная мобилизация Вроде бы Да Но одновременно Призывает уже Пятидесятилетних И шестидесятилетних Но их как бы Не масса А массово идет Отбор Вылавливания Из народной Массы Мужского Населения И не важно Уже Какого возраста Это будет Друзья Так что Готовьтесь Старики Пойдут Вслед За основным Составом Мужского Населения Старики Пойдут Вслед За основным Пойдут Или они Поползут Или они Это Не важно Приказ Довольно Таки Обобщенно Составленный Но теперь Давайте Мы Прочитаем Слово Граждане Российской Федерации Призванные На военную Службу По мобилизации Имеют статус Военнослужащих Граждане Это кто? А граждане Это все Это и женщины Женщины Точно так же Будут Призываться На военную Службу Подождите Сначала Заберут Всех ваших Мужчин Сначала Заберут Всех Ваших Сыновей Ваших Братьев Ваших Отцов А потом В ход Пойдет Применение К слову Женщины Женские батальоны Женские Полки Женщин Будут призывать Все Женщины Такого же Возраста Репродуктивного Так же Пойдут На войну В стране Не должно Остаться В принципе Никакого Народа 15 миллионов Должно остаться Как нам говорят Да нет Друзья Да нет Речь не идет О том Чтобы оставить В стране 15 миллионов Гораздо меньше Должно остаться Граждан В стране Опять таки Мы с вами Говорим Слово Граждан Мы не говорим Женщин Мужчин Стариков Детей Мы говорим Слово Граждан Так что В конечном Итоге В стране Останутся Дети Действительно Дети Вы вспомните Сказку Про Красилова Про Дудочника Так вот Здесь Вы должны Понимать Что Вот эти Дети Ваши Бесхозные Будут Потом Так же Ходить Под Дудочку Красилова Именно Дети Могут Остаться Одни Дети В стране Это будет Похлеще Чем Вторая Мировая Война Но это Судя из указа Мы так Смотрим На указы Президента Российской Федерации Вы можете Посмотреть И рассмотреть По-другому Но к чему Вы придете Когда Вы упрётесь Слово Граждане Российской Федерации Читайте указы Внимательно И не Строите себе Воздушные Замки Будущей жизни И свет В конце Туннеля Для Вас Этого Не Существует Есть Указ Президента Российской Федерации И здесь В своем указе Он Всё Вам Сказал Девота Й enorme Замки Свою Девота Й enorme Й enorme